Замечательный Юра, аплодисменты. Вот этот мужчина, который служит... Который служит проводником идей нормальных людей в нашей замечательной стране, в которой очередной поворот произошел. И мы движемся вперед, как говорится, дебиль неизбежен, как крах капитализма, да, Виктор Глебович? В нашей молодости говорили. Концентная батальонная разведка – это, прежде всего, конечно, попытка продлить активную жизнь нормальных воинов России. Россия – великая страна, потому что у нее великая армия была и еще, слава Богу, есть, пока вы живы, товарищи воевавшие, товарищи, стоявшие на линии огня, понимающие, где жизнь, где смерть, где друзья, а где враги, где плохо, а где хорошо. И мы очень надеемся на продолжение этой тоненькой ниточки, связывающей наше великолепное прошлое с не менее великолепным настоящим. В этом году наш концерт крайний. В следующем году, 24 января, мы будем проводить то же самое в культурном центре «Орбита» на улице Пятницкой, дом 43, строение 3. Где больше, конечно, условий для того, чтобы праздновать, но нам хочется попробовать все-таки попеть. Ну и так мы начинаем. Сегодня у нас потрясающий сегодня день, потому что у нас сегодня человек, который, на мой взгляд, держит на своих плечах великую военную культуру России. А великая военная культура России – это Пушкин, Лермонтов, это граф, поручик, по-моему, у него было первое звание, Толстой, который на Кавказе воевал, между прочим. Вот. Это большинство людей, которые так или иначе в России делали что-то хорошее, они так или иначе имели отношение к вооруженным силам. Вот. И сегодня у нас будет Игорь Николаевич Морозов, и сегодня у нас наш редкий, к сожалению, гость, но очень желанный Виктор Глебович Верстаков. Вот он. АПЛОДИСМЕНТЫ Над безбрежной судьбой, уникальным пожаром, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нами пролитая там кровь друзей и кровь врагов Над планетой наших вер, как в большом красивом чуме То олени закричат, то шаманы запоют Был такой СССР и уже, наверное, умер И уже не различить ноту тихую твою Из блокпоста своего над танкующей Москвою Где товары, словно гром, оглушительно хрустят Души славы боевой, пусть проснутся в нас с тобою И полями прежних битв вместе молчат, пролетят Нам-то в целом все равно, кто там справа, что там слева Кто по телеку сейчас строит там какой-то изм Нам бы нужно-то всего, чтобы наших рук посевы Потихоньку принесли для людей нормальных жизнь Надо мною внется флаг Новой краской разукрашен и разорван на клочки Старый лист календаря, только я считаю, брат Тем мгновенья жизни нашей Беспокойные года Нами прожиты не зря От Лагодехи до Газни От Кандагара до Оксая Мосток, Баку и Кудермес Москва, ну как же без Москвы А что не вспомнил, извини Вот география какая Вся жизнь твоя в один припев Не помещается, увы Не помещается, увы Я третью песню пою, как положено, третий тост пить Я посвящаю ее нашим боевым товарищам Вспомните, пожалуйста, каждый своих пацанов и мужчин, которые не дожили до сегодняшнего дня Хочу спокойно Мы никуда не делаем, не торопимся Мы всегда успеваем вовремя Третья песня, третий тост Вы там уже приняли, мне пить нельзя Поэтому каждый по-своему это делает Хочу спеть песню в честь Третья песня, посвящаю ее всем нашим Которые на нас сейчас смотрят сверху Спасибо вам большое Песню я свою спаю, извините Не мои друзья, спецназеры сказали, когда я сильно волновался Говорят, Миша, что ты дергаешься, мы все там будем Живи как можешь Делай как можешь и будь что будет Я считаю, это правильные слова, которые говорят правильные мужчины После них остаются дети, дела и хорошая жизнь, нормальная жизнь Вот, и мы, наверное, тоже должны следовать этому простому правилу Когда мы вернемся с войны Красивые и молодые Овеяны дымом побед Покрытый окаленный ран И будут награды сиять И волосы наши седые Когда мы вернемся с войны Подымавшие крики «Ура!» Когда мы вернемся с войны Когда мы вернемся с войны Нас встретят хлебами на блюде Нам громкие скажут слова Как правильны мы и нужны Мы были надеждой страны А станем нормальные люди Нам выпить бы и закусить Когда мы вернемся с войны Когда мы вернемся с войны Все девушки будут прекрасны Все женщины будут милы Достойные тихие жены Мы будем их вечно любить И черных, и белых, и красных И утром, и ночью, и днем Когда мы вернемся с войны А там, высоко над землей Над самой высокой вышкой Кому и куда повезло В раю или, может, в аду Уйдя из разорванных тел Погибшие наши братишки Внимательно и свысока Нас видят и слышат и ждут А мы похмелимся с утра На форме заштопаем дырки И снова суровый приказ Нас за Родину в бой поведет Но за год наступит пора Но все же наступит пора Фу, рождей там без козырде Однажды когда-нибудь все Мы к ним непременно придем Однажды когда-нибудь все Мы к ним непременно придем Когда мы вернемся с войны 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 Справа второй, стройный, загорелый, рядом ребята стоят, мы вышли из боя, мы сделали дело, окопная правда моя. В афганских горах, над пустыней рыжей, в далеких и близких краях, мы лучшими были, не лучший не выжил, окопная правда моя. Снимаем погону, выходим из боя, стволы в пирамидах стоят, а мы остаемся, самими с собой, окопная правда моя. Над нами хохочут то кучи, то жижи, трухлявые наши друзья, да только без нас вам ребята не выжить, окопная правда моя. За все перестройки Чечни и Афганы, за новых идей торжествуют, за всех проституток, за всех наркоманов мы платим своей головой. Мы просто не можем не делать как надо, характер у каждого свой. За все ваши цирки, за все маскарды мы платим своей головой. Ну и сегодняшний день у нас несколько интересных дат есть, товарищи, наших общих, я считаю, что это наши общие праздники, потому что человек одиноко несчастен, если он думает только о себе, о своем холодильнике, о своей машине. А если он помнит, что его дед был наводчиком танка КВ, который под Прохоровкой подбил 4 немецких танка и в результате выполнил боевую задачу, что его отец воевал в Афганистане и вытащил из-под огня свой взвод, то его жизнь сразу увеличивается до размера этого Афганистана, этой Прохоровки, и человек начинает жить по-нормальному, по-нашему, по-человечески, как нас с вами учили. Поэтому вот эту часть я хочу назвать праздник, и первый праздник, это 70 лет победы под Москвой наших с вами родственников. У кого воевали в Великой Отечественной войне, поднимите руку, пожалуйста. У всех воевали. Ну и вот поэтому за 14 дней немцы прошли всю Польшу, за 18 дней завоевали всю Францию. Армия Чехословатии была сопоставима с вермахтом по количеству. Но они не стали воевать, они руки подняли. И в результате все немецкие бронетранспортеры, братцы, для вашего сведения, делали в Чехословатии. А лучшая самоходка, вермахтом, называлась Хецер и производилась на заводах Шкода. Пушка 75 мм и маленькая броневая коробочка, в которой сидел 4 числа экипажа, пробивала насквозь 3-4 в лоб. Поэтому 25 стран на нас напали, численностью населения 400 миллионов человек. А в России жило 180 миллионов. Мы должны были, конечно, проиграть. Так вначале все и получилось. За 4 месяца Красная армия потеряла 3,5 миллиона человек только преднами. И полтора миллиона ранены и убитыми. И немцы уже готовились идти дальше. Но тут под Москвой произошло чудо. Вот, они остановились и пошли обратно. И чудо это произошло, я считаю, потому что наши дедушки и бабушки верили в то, что их дело... Наше дело правое, как написано на медали. И вот, в Москве жило 4 миллиона человек, 800 тысяч ушло в ополчение. ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 Идут, но все же в мае сорок пятого В Берлину в ополчение пойти Вот, да, это время было такое, Когда от Москвы, от Кремля Парад Победы 7 ноября 41-го года Вы видели, наверное, хронику, Там тучами закрыто небо, поэтому парад состоялся. Когда немцы услышали параде, что парад, они подняли авиацию в воздух и полетели бомбить, но не нашли. Господь на закраду называется. Основной парад был в городе Куйбышеве, там парад продолжался 2,5 часа, в нем принимало участие свыше 20 тысяч человек, 800 самолетов, специально привезли туда всех атташе военных, военные атташе, особенно Турции и Японии, их поставили в передний ряд, и они, чтобы они увидели, что вот, несмотря на все эти ужасные потери, вот, но немцев никто не мог тогда остановить, ни какие англичане, ни какие французы, я уже говорил, вот на начало Великой Отечественной войны, на июнь 41-го года, в Великобритании во всей было 82 танков всего, а все остальное, вся Европа работала на немцев, об этом не любят говорить, но это так. Немцы платили всем зарплату, старались не трогать европейцев, и они на них работали, делали для них одежду, обувь, снаряды, патроны и все остальное, вот. Вот, а нам пришлось свою промышленность поднимать и переносить ее в условиях нехватки времени, транспорта, рабочих рук, мужчин, всего нехватки, переносить ее с запада на восток, и мы это сделали. Вот, и вот сейчас идет подготовка, фильм, будет, я очень надеюсь на этот фильм, Каран Шахназаров снимает фильм «Белый тигр». У меня есть серия песен, посвященных танкам нашим, замечательным, потому что это отдельный разговор про наши танки, Т-34, ну, говорят, лучший самотанк Великой Отечественной войны, это да, но в начале войны, Т-34-76, который делали, у него радиостанция выходила из строя, из-за тряски, через 50 километров пробег, там же все на лампах было. Поэтому управляли танком так, значит, командир танка ставил сапади на плечи механику водителю и давил ему на левое плечо, на левое, значит, на правое, на правое, либо бил ему по голове, по затылку, значит, остановились. Стреляют можно было только с коротких остановок. Значит, радиста звали туристом, потому что у него была дырочка, пулемет курсовый, и радиостанция, которая не работала. Он помогал переключать передачи, три вперед, одна назад. Усилие на рычаге 45 килограммов. Представляете, да? Вот. И наводчик, и заряжающий был. Заряжающий, который заряжал снарядов 40, успевал зарядить, а потом он угорал, потому что выхлопное устройство не работало. Он падал без чувств, лежал на боеукладе. А отбой вели два человека. Это командир, он же заряжающий, он же наводчик, и механик-водитель, который приоткрывал передний люк, потому что не видно было ни черта в эти триплексы. Вот. И шел в атаку. Ну, а Т-34-76 в начале войны, конечно, пробивало немцев насквозь, а потом, когда в 40-40 году они сделали, расточили камору, сделали длинный ствол, уже пошла один на один. Вот. Ну, и в общем. Ну, и танки – это любимая моя тема. Вот, да. История, значит, Т-34-76 и немецкого танка «Пантера». «Пантера» пробивал Т-34-76 в лоб расстоянии полтора километра. Вот. А Т-34-76 его лоб вообще не пробивал. Он его пробивал в борт с расстояния 400 метров, если смог подъехать. И вот немец один. Немцы же... Мы же дружили с немцами. Мы не должны с ними воевать вообще-то. Один немец по радио говорит, давайте там, Ванюшка, выходи на дуэль. Бить в бок не буду. Давай, вот, я на «Пантере», и ты там на своем хламе. Ну, давай. Ну, и в результате, что получается в результате? Сейчас я спою. Значит, наш сел командир бригад, наш командир батальона сел, командир рот, то есть капитан. Значит, он подумал и сел за рычаги. Он посчитал, сколько времени немцам нужно на прицеливание – 11 секунд. А немец сел за наводчика. Ихний офицер. И вот у них такая туйня началась. «Пантера» стоит на месте, наш этот самый на Ниву летит. Вот. И вот что было дальше. А нас позвали поиграться в стрельбе из танков по мишеням. А я пошел, простите, братцы, мне б надо надавать по шее. Ведь мы с тобой и то сумели, чего на свете не бывает. Тридцать четверка в самом деле Пантеру в лоб не пробивая. Ведь он же, гад, имел же право Кричать нам голосом победным. Но на войне рябой шалаве Быть слишком точным – тоже вредно. Он до меня пора ставил Болванкой, бьющей на скаку. И нам с тобой жизнь оставил Всего одиннадцать секунд. Мы занялись любимым делом Встав утром с правильной ноги И он занял место за прицелом. А я залез за нычаги. Кто выживет, тот будет правым. Свобода просто хохочи. И началась у нас забава. Он лупит в лоб, а мы молчим. А надо мной, смеясь, летает В танкистском шлеме святый дух. А мне стрелок-радист считает От дара одиннадцати вслух. А я забыл, что можно выжить. Давлю руками рычаги. А я все ближе, блин, все ближе. Давай, Господь, мне помоги. И вот не выдержали годы. Сыграла фрицевой очко И в тыл к себе полезли садом. Не подставляться, чтоб бочком. И хоть не пьяный был подзилам, Фашисты за рулем нини. Кормою в яму угодили И встали на дыбы они. А мы-то ехали, молчали, Чтоб пыл не тратить боевой. И лбами об прицел стучали Забитым бронебойным в ствол. И мой рябой коля на вочек Мне матом скрипнуло любви. И через полсекунды точно На спуск ногою надолел. И заиграл на радость глазу Пертехнический эффект. Поскольку в той пантере Сразу сработал весь бой и комплект. И мне строгач-комбриг Денисов Влупил за эти чудеса Но в наградной ближайший список Наш славный экипаж вписал. Ну вот и все, простите, братцы, Что слишком довод был рассказ. Но я надеюсь, без овации Он интересен был для вас. Латоний стер красивый выстрел Такой вот необычный бой. Давай, братишка, за танкистов Что круче, терпните любой. Давай, братишка, за танкистов Что круче, терпните любой. Ну и еще одна любимая песня. Вот, дети, я не буду петь Неформальную лексику, Вы сами все поймете. В 42-м году, Когда шел на фронт, Бригада пошла на фронт, Участвовавшая в параде 7 ноября, Они по Скопской области Переправлялись через болото. Но тогда же не было Светительных столбов. Тогда вообще ничего не было. Один танк въехал И утонул, случайно. Утонул он, Значит, экипаж успел выскочить. Танк пролежал вот так вот В болоте на боку. 60 лет. И в 2002-м году его вытащили. И мне посчастливилось в этом танке. Вот его вытащили И из него выгребли весь. Он еще бурого цвета был, Такого, темно-коричневого. Я в нем посидел. Это потрясающее ощущение, ребята, было совершенно. Ну, самое потрясающее было. Он маленький. Вот тут накатник, Тут сидушка. Вот такая вот, Тряпичная, значит. Там эти самые ящики лежат Спецнарядов внизу. А что за дивизия была? Не знаю, что за дивизия была. Бригада. Была бригада танковая, Которая шла на номер бригады, Не помню, к сожалению. Вот. И самое, конечно, потрясающее было Запах солярки. Я говорю директору вооружового, Володя, Он говорит, Ты что, заправлял что-то? Он говорит, нет. Это вот та солярка С 42-го года. И у меня было такое чувство, Что мне вот дед, Которого убили на войне, Мне руку сзади на плечо положил. У меня вот мурашки по коже побежали. Такая песня появилась. Меня подцепили за оба клюка, Расклеила веки тресина, И я увидал над собой облака И ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, Как будто вчера заводили. И снова услышал я твою мать И понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, Пускай не герой победитель, Пробитые немцами братья мои, Простите меня и поймите, Простите, не смог показать мастерство Красивой военной работы И все из бригады, Но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки немецкий расчет, И тигр меня не искалечил. Меня не расплавил товарищ Хрущев В огромной Мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой Сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой Моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны В крови из солярочной брели. Почувствуйте кожей дыхание войны, На чем ваши деды горели. Я брошенный в землю, военный посеев, Я памятник сгинувшей роте, И мир моя техника мчит по шоссе. Поскольку я был в том болоте, Я с пушкой торчащую наискосок, Для вас непонятен и страшен, Соляркой упахнущей, Правда кусок историй Родины нашей, Что я уцелел, экипаж виновал, Да наша родная природа. Я танк, я убитый советский солдат Второго военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат Второго военного года. Я дед твой убитый воскресший солдат Второго военного года. Вот, ну и... Сейчас этот танк, дорогие друзья, Вы можете приехать в Кубинку, Этот танк сейчас на ходу. Вот, они поставили туда новый дизель. Они туда немножко там все смазали. Правда, специалисты их ругают Матерными словами. Говорят, что они его убьют окончательно, Потому что там же все 60-летнее железо. Но он ездит. Вот, понимаете, Это к разговору о надежности нашей кемы. То есть, этой машине, она была сделана в 1941 году в конце, В Целинграде. У нее из пяти катков резину имеет только два. Потому что был дефицит всего. Был дефицит всего, преми героизма. Вот. И вот эта машина сейчас ездит у них на показах. Значит, называется «Снайпер». Там, кривыми белыми буквами было написано. Вот. Ну, а в нем достаточно много песен написано В Великой Отечественной войне. Но я сейчас хочу вот спеть новую песню, Которую женщины на войне. Это, вот, если вдуматься, Это, конечно, ужасная вещь. Что люди, которые должны рожать детей, И их нячить. Они должны стрелять в кого-то. Людмила Павличенко 348 человек застрелила. Из личного оружия. Вот. Снайпер. Должны стрелять в кого-то. И должны кого-то убивать. И должны в них стрелять. Это же ужасно вообще. Ну, и все остальное. Ну, не важно. Особенно женщины в войне Идут особенно непросто Меж двух сжигающих огней Меж сил неистого роста От ненависти до любви Хотя любовь с войной не дружит Есть зов природы, зов крови А есть приказ, что цели служат На фронте просто мужиком Простым, бесхитростным и смелым Они ведь вечно с матерком И с шуточками беспределом Они в атаку и ура Им наплевать на солнце пятна А ты, мать и мы, сестра А ты их раненых обратно Терпи, родименький, терпи А он хрипит пробитой глоткой И то ли умер, то ли спит От полстакана теплой водки А ты за пульс его держа Глядишь на мату небосвода А ведь теперь еще рожать Наверное, через полгода Ведь ты же ими еще жена Верни ему, отцу, герою Пускай вздыхает старшина Вот девки черт жизнь устроил Он был красавец и герой Да не вернулся из разведки Все ново и как мир старого Такие вот дела-конфетки Над головой твоей кружи Свинцовая стальная вьюга Держись, родимая, держись Сестра и мама, и подругу Старуху злобную с косой Ты в сотый раз перехитрила Смерть обошла вас полосой Держись, держись, скажи ей И глядкой легкой на висок Надежду в души нам вселила Снайпевшей летчице и санитарки Болью с любовью, войной повенчаны Наденьки, клавочки, Люси, Тамарки Русские женщины, русские женщины Наденьки, клавочки, Люси, Тамарки Русские женщины Спасибо Ну, я так решил пройтись по... Моего выступления осталось минут 10 Я решил пройтись по праздникам У нас был замечательный праздник День ВДВ И нам вообще очень помогают десантники Союз десантников России Аплодисменты им за это Ну и вот Павел Иванович, простите В вашем высоком обществе Исполнил новую песню Которая родилась как раз День Десантника Я подумал, ну как же так вот Про всех есть, а про десантников не сказал Обидится, мордом обьют Обьют, я знаю Я убегу И приказа Понятием внемля Получивший пинок старшины Мы спускаемся с неба на землю Словно ангелы этой войны Мы спускаемся с неба на землю Словно ангелы этой войны Выбор жизненный Четко назначен Под которым заточена плоть Жизнь твоя, боевая задача А что дальше решает господь Козероги, стрельцы или рыбы Внешне каждый различный талант Здесь один зодиака Есть выбор под названием Русский десант Пусть высокая литература Раскрасует красиво слова Нам с тобою, браток десантурой Жизнь придется свою доживать Надо много терпеть и трудиться Исключить все сомнения души Надо малым уметь обходиться Чтоб большие задачи решить Надо знать, где там сюйты, где месты Помнить главный закон естества То, что главным десантником местом Это все-таки, брат, голова То, что главным десантником местом Это все-таки, брат, голова Ты умен и силен и опасен За спиною Афган и Кавказ Ты, братишка, из войск дяди Васи Знаешь четко никто, кроме нас Хлопаем Ты, братишка, из войск дяди Васи Знаешь четко никто, кроме нас АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Попихуру спою Вот, дорогие друзья Ну, в ноябре был еще один праздник Главного разведного управления Генерального штаба Я не буду спрашивать, есть ли здесь разведчики Они всегда здесь есть Поэтому еще одна песня Посвящается Замечательным людям Которые, несмотря и поприки И продолжают выполнять свои боевые задачи Я вот сегодня шел и думал Что, наверное, хорошо все-таки Что нам устроили эту реформу Когда всех 50-летних полканов повыгоняли И 45-летних подполковников Они теперь, стройными рядами Влились в ослабевшее народное хозяйство От коммунизма и капитализма И стали его поддерживать Знаете, вот как есть анекдот такой Четверо здоровых мужчин Увеличивают крепость машины АК В 8 раз Знаете, да? Тихо, тихо А где АК? Две машины столкнулись Один выходит водитель И второй говорит Слушай, где АК? А между нами? По-моему, тихо Она, по-моему, между нами Вот Ну и вот Я горжусь тем, что в этом году Мне доверили выступить Вот Одному из Одному любителю Только на концерте 2 ноября В Центральном академическом театре Российской армии На концерте, посвященном Юбилею Груга Ша Вот И я горжусь, что я пел вместе Со своими любимыми певцами Кобзоном, маршалом Вот И вот Пел песню, которая, в общем, мне кажется Мне сказали, что А вас любил Пантюхин Споем Пантюхина Пригласим в следующий раз За окошком осенней ветки Ветер трогает мокрой рукой Я полковник военной разведки Перекущий ваш сонный покой Блещут ручки в столе, как патроны Боевая в графине вода И четыре моих телефона В бой на подвиг готовый всегда За спиной в пустыне Афгана И блестящие пульсы тлети Я гляжу на заставку экрана Где на Бетре мои мужики Там все было нормально и просто Здесь душманы, тут мы, там союз Там мои лейтенантские звезды По достоинству всем воздают Там за спиной и Пушкин, и Гагарин Большой театр, и Суздаль, и Арбат Страна родная, что берет и дарит А я ее страны родной солдат Дома смотрят веселые детки Все гнетет на болевший вопрос Что полковник военной разведки Кроме славы домой ты принес Ох, полковник разведки военной Кто бы идею бы мне подложил Как бы жизнь защитить во вселенной И семье-то паучки дожить На стене фотография деда Что в разведке служил полковой Он не дожил два дня до победы Языка заслонивший собой На веселую нашу эпоху Он глядит, улыбаясь в усы Что ж, ребята, как будто неплохо Лишь бы совесть не класть на весы Там за спиной и Пушкин, и Гагарин Большой театр, и Суздаль, и Арбат Страна родная, что берет и дарит А я ее странный родной солдат На стене так устроена наша природа Сколько криками свет не меси Гарь из Пушкинского перехода До сих пор в этом небе висит Я привык говорить осторожно Но, поверьте, уж на слово мне Эта жизнь без меня невозможна В нашей славной, нескучной стране Я уйду из тревожного списка После всех неудач и побед На дорогах разбитых расистей Ветры пылью замоют мой след Но останутся буквами текстов Мыслей, точностью, четкостью фраз Мое имя, что вам неизвестно Разум мой, сохранивший всех вас Мое имя, что вам неизвестно Разум мой, сохранивший всех вас Там за спиной и Пушкин, и Гагарин Большой театр, и Суздаль, и Арбат Страна родная, что берет и дарит А я ее, странный родной солдат А я ее, странный родной солдат А я ее, странный родной солдат Ну, дорогие друзья, мое выступление подходит к концу Ведь не будем делать перерывов никаких Нет, после меня давай сделаем ворот Пришел, да? Ну, пришел сегодня Я до всех прошу Вон он родной, да? Ну, я потом скажу Про пехоту обещали Да Обязательно, перерыв обязательно Перерыв Значит, у меня будет три плохих объявления При каком-то сейчас я скажу ужасное Значит, наше мероприятие сегодня платное И плата составляет 400 рублей Страшно? Нет Понятно Вот, поэтому, значит Дорогие друзья Эти деньги пойдут не на покупку у нас На, значит, мерседесов И дач на Гавайях Это они пойдут на выпуск новых дисков Которые мы хотим Вот, мне сейчас большое спасибо Виктор Глебович Глебович дал мне свой диск Я ему накатаю его диск Чтобы могли нормальные люди слушать нормальные песни Вот То есть это спонсорская помощь для продвижения нашего творчества Вот так Вот Да Еще, значит, там лежат творчества У нас Они очень богатые Им денег не надо Ни Верстакова, ни Морозову Верстаков тут хоть к книжке пришел А у Морозова ничего-то с тобой нету никогда Я лучше пять дисков принес ему Вот Вы должны купить, пожалуйста Диски стоят бешеные деньги 200 рублей Вот Мои можете не покупать Его главное купить И книжки А Верстаков А книжки ты свои не продавишь Ты так же даришь, да? Ну, не важно Ну, вот Ну, да Вот Значит, следующее ужасное объявление какое? Следующий наш концерт будет 24 января В «Орбите» И нам бы хотелось, если можно Остать свои телефоны в нашей водичке Чтобы мы У нас, понимаете У нас нет пиар-директора Чтобы нам вот это То, что мы сейчас делаем Да? Нас показывали по телевизору По радио Мы сами все делаем Как-то Ну, сами Нас выбросили Мы выживаем сами Вот Значит Ужас нашел А третий ужасный А третий ужасный А третий ужасный А третий ужасный Это в моей тесте Ну, собственно О чем думает полковник, когда ему О чем думает лейтенант? Как бы стать полковником? О чем думает полковник? Как здорово было, когда я был лейтенантом Мы были лейтенантом никогда Собою озаряя жизнь и враг И вечно были в чем-то виноваты И вечно что-то делали не так И путали все плюсы и фазы И засыпали на ходу легко И нарушали все устали сразу И отдавали чешки той рукой Может, вот Когда-то лицы натомимы были И все вокруг давали прикурить И все, что чуть шевелится, любили И пили все, что льется и горит И спали там, где туловище хочет И ею все, что мог проживать Мы были лейтенантом днем и ночью И нас теперь ничем не испугать Я все умею и все могу Как зуб графы на павел И я снаряда убегу И в лесу на любой балкон И мне любой виток судьбы Лишь мозги порожить чуть-чуть И для полковник может быть Я лейтенантом быть хочу А мы, чем министерство обороны Нас занесло ужасно высоко Нам умерла полковничьей погоны Доверила камера полком Но я скажу не сильно приукрашу Средь прочего земного естества Что лейтенантов этих самых наших Не отключи во вселенной существа Я все умею и все могу Хожу копыли каннибал Но команде лишь на фурку А он меня заколебал И заменю с собой КАМАЗ Будь лоза рыба бьем и кран И судьба носит на приказ И на спор выпью латиан И не любви тот судьбы Лишь мозги порожить чуть-чуть Пусть я полковник может быть Я лейтенантом быть Я лейтенантом быть Я лейтенантом быть хочу Спасибо Ну и 29 лет я катаюсь на горных лыжах Вот так получилось по жизни Я очень, наверное, горжусь тем, что удержался в жизни Благодаря тому, что, наверное, действительно Все великие страны Сначала физическая культура А потом уже все остальное Все, кто выживает Да И Там есть такие люди, которых называют экстремалами Это вот Дети В таких штанах У них почему-то мотня ниже колен Да, да, наверное Ну я не знаю У них там, значит, курти такие огромные В ушах эти плееры И они, значит, ходят, ходят, ходят Потом прыгают с камня И сидят под ним Вот Это экстремал, значит Или там прыгают с какой-нибудь вышки А я так вспомнил Свое собственное бытие Бытие своего папы И всех своих боевых товарищей И родственников И подумал, что нам не надо никаких Названий экстремал У нас вся жизнь вот такая Вот Вот ты Взять отдельного офицера, да Советской армии Который получает вот такую зарплату И у него вот столько обязанностей И если он хотя бы одно не выполнит То ему по полной программе По самой Я не могу Да, вот Ну и вот Ничего не болтается в ухе Называется в песне экстремал Ничего не висит на носу Но зато есть хорошая муха Этой мухой я духов пасу Я не прыгаю Я не прыгаю с горки на лыжах Не пускаю оранжевый дым Я могу сделать дело и выжить Без еды и почти без воды Не летаю на джипе прикольном Сквозь искусственных ям пузыри Я на Б3 по минному полю Быстро еду с трехсотым внутри Я не лезу пока не попросят Посмотрите какой я крутой Я набитый взрывчаткой Ми-8 Посажу с перебитым винтом Кто чирикает мелом Кто по духам жужжит Все военное дело Экстремальная жизнь Ты без лирики всякой Просто должен суметь Так как следующим знаком Экстремальная смерть Хороши экстремальные штучки Но я знаю покруче браток Как семью прокормить без получки И все сделать в положенный срок Чтоб ни вором не став ни в уродом Сохранив выражение лица Среди нашей родимой природы Сделать дело свое до конца Ваша смелость залитая краской Словно жизнь на экране в кино Их мирные красивые сказки Пепси-кола с крепленым вином В этой модной раскрашенной теме Каждый кушает то, что нашел Жизнь У тебя екстремальную часто Кто чирикает мелом, кто под ухом жужжит Все военное дело, экстремальная жизнь Ты без лилики всякой просто должен суметь Так как в следующем знаке экстремальная смерть Ну и я хочу вспомнить замечательные 90-е годы Формулу ВДВ плюс ВТА равняется советская власть за Кавкази Вы знаете эту замечательную формулу Я считаю, что нам сильно повезло с людьми в форме Мне приходилось встречаться с разными людьми, представляющими разные силовые структуры Мне было очень приятно, когда мне ребята из ФСБ Которые занимались охраной спецобъектов Они охраняли атомные станции всякие Ну так я чуть-чуть, я не лез к ним, у них свои дела А их отправили в Каврадино-Балкарию Из-за этого, из-за того, что они там были, у них там не было войны Капитан Душин, которого потом все забыли, которого уволили на печь Слава Богу, у него есть квартира, слава Богу, у него дети устроены Но вот благодаря этим людям количество жертв за время перестройки Счисляет 4,5 миллионами человек всего Я однажды прочитал эту цифру, больше нигде не печатал А если бы не эти люди в форме, то, наверное, было бы 40 миллионов или больше Потому что вы знаете, что это было такое Единственная жидкая цепочка, это наши солдаты и наши офицеры Которые без боеприпасов, с приказом первыми огня не открывать Стояли в Грузии, в Армении, везде Везде, в наших необъятных просторах И вот на трубах Стерского было у нас два парня, Сашка и Колька Денег у них не было, зато у них была отвага И они вводились в Бахов в 91-м году И после общения с ними я написал вот эту песню Офицерский романс 90-х годов советской армии В мутной воде заблудиться так просто Между течениями стремительных брод И на плечах погоны и звезды И эти люди ведь твой же народ И невозможно приказа нарушить И не нарушить приказа нельзя Господи Божие, спаси мою душу Не отведи от прицела глаза Кровь пацанов там, где кровь лейтенанта Злобный слепой, ненавидящий взгляд Жизнь как мундир по краям салым кантом Ты человек, но ведь ты солдат Мир хрустальный бокал Кем-то брошенный опал Что ни склеить уже Ни сложить, ни собрать Я, наверно, устал Став, не плотно захлопну Пусть идет без меня Злая эта игра Степанокерт и Бакуиц хинвалит Буквы простые, без жалостных фраз Время для жизни мы не выбирали Время приказом назначило нас Красный ли флаг, красно-белый и синий Как далеко бы судьба не вела Только бы крепче стояла Россия Только бы Родина наша была Господа, господа Что же с нами-то будет? Все уходит в песок Вера, жизнь и вода Нам беда, не беда Пусть Господь не осудит Были б совесть и честь Господа, господа Были б совесть и честь Господа, господа Ветерк возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала чеченской луны И от зла, что приходит само От старлея, что классный мужик Да как выпьет, так мать твою так От привычек, которыми жил На войне без которых никак А Ветерк возвращался с войны Так домашнему вкусу венца К байкам деда, к эвес-старшины И афганским рассказам отца Эти вот боевые слова После вот не сплошные бои Ну давай-ка, сынок, наливай Давай к нашим байкам свои А что пил, да что пел Как стрелял, как водил С кем на марше потел С кем в разведку ходил Как воюют свои Как дерутся враги Много бит предстали Нам Господь помоги Крепко лапси поставив на стол И счастливей, что в сцене живой Говорил про это, про то Он рассказывал много всего Он не пил, он летел над земной Над гулящими шпалами ветер Он был ветром и был кораблем Он был вместе и потерей дед Это вообще наша судьба Это наша единая судь Всем порядка давать по зубам Ну а сами о том как-нибудь Что Калашников, что ППШ Может и не об этом ведь речь Так устроена наша душа Ни врага, ни себя не беречь Вышел он покурить на крыльцо А над домом стояла звезда Говорила, ага, ты был молодцом Но с войны не придешь никогда Пусть еще молоко на губах Пусть гудят вестровые столбы Это общая наша судьба От рождения солдатами быть Этой жизни завернутый круг Он уходит в другие века Лучше этой работы, мой друг Нет на родине нашей пока И пускай будет нечем стрелять Даже нечем потом закусить Научила родная земля Не умея пощады просить А ведь звук возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала душ морской луны И от зла, что приходит само Оставлея, что классный мужик Да в бою не берешься чудак От привычек, которыми жил На войне без которых никак На войне без которых никак И в Москве без которых никак Все, дорогие друзья Я извиняюсь за то, что очень долго пел Военная песня Она была тенью в горячих песках В рожде автоматным патроном Во всех наших славных, нескучных войсках Крепила страны оборону Военная песня, как сабля остра И не другом слова В Россию не лезьте Ты наша надежда, ты наша сестра Ты совесть солдатов Военная песня Дорогие друзья, сегодня в этом зале Лучшие офицеры действующих вооруженных сил Которых никто не учил писать стихи Которым Господь вложил в душу Святую обязанность писать Это страшная мука И я благодарю Бога Что нам с вами посчастливилось Жить с этими офицерами в одно время Потому что то, что они написали Это есть жизнь России Жизнь, это не нефть Это не газ Это не мерседесы И не телефоны Nokia Это слова и музыка Которые пишет Виктор Глебович Верстаков АПЛОДИСМЕНТЫ